Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 27 ноября, и давайте посмотрим, с чем у нас начинается текущая торговая неделя, и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим продолжение восходящего тренда, сегодня с утра уже доходили до отметки 1.1955, ну и цель по восходящему движению у нас располагается в области 1.20, именно туда сейчас пара евро-доллар и стремится. Возврат к продажам будет вновь актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели в пятницу, в области 1.1836. Пара британский фунт, американский доллар также продолжает свое восходящее движение, ближайшие цели на сегодня это закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу, в области 1.3358, ну и далее уже пойти на 35.75. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели в пятницу, в области 1.3275. Пара американский доллар и канадский доллар в пятницу смогла закрепиться выше максимальных значений четверга, что в свою очередь нас пока в рамках часового таймфрейма возвращает непосредственно к покупкам по данному активу с целями движения в области 1.2834. А этот сценарий будет актуален в том случае, пока канадец держится выше отметки 1.2693. Преодоление данного уровня вновь вернет нас к продажам по данному инструменту. Пара американский доллар и японская иена также в пятницу смогла преодолеть максимальные значения четверга, закрепились за отметкой 1.11404. И на текущий момент в рамках часового таймфрейма у нас также наблюдается тенденция восходящая. Она будет актуальна до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальных значений, которые мы видели в четверг и в пятницу в области 1.11109. Пара австралийский доллар и американский доллар сегодня с утра смогла преодолеть минимальные значения пятницы, закрепились ниже отметки 76.06, что также в рамках часового таймфрейма нас пока возвращает к продажам, а значит и к движению в сторону основного тренда, который был сформирован по австралийцу. Ближайшие цели на сегодня это закрепиться ниже отметки 76.04, минимальное значение, которое мы видели в пятницу, ну и далее уже пойти на 75.50-75.30. Возврат к покупкам по данной паре будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели в четверг и пятницу в области 76.30-76.40. Пара еврофунт продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели это закрепиться выше максимальных значений пятницы, а значит уйти выше уровня 89.62, ну и далее уже пойти на максимум, который мы видели 15 ноября в области 90.12. Золото продолжает укрепляться. На текущий момент ближайшие цели находятся в области максимальных значений прошлой торговой недели. Это преодоление области 1294 доллара за тройскую унцию, ну и далее уже движение на 1304. Возврат к продажам по данному активу произойдет в том случае, если мы увидим обновление минимальных значений четверга и пятницы, то есть уйдем ниже отметки 1285 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает укрепляться. Ближайшие цели это закрепиться выше отметки 6391, максимальное значение, которое было в пятницу, ну и далее уже пойти на обновление локальных максимум в области 6480. Возврат к продажам произойдет в том случае, если мы видим закрепление ниже минимальных значений пятницы, область 6334. По индексу DAX в пятницу мы видели обновление максимальных значений в области 13050, закрепили за этим уровнем и в рамках часового таймфрейма у нас вновь формируется формация на движение в сторону укрепления индекса DAX. Ближайшие цели это закрепиться выше максимальных значений пятницы, отметка 13160, ну и далее уже пойти на 13200. Ну а возврат к продажам будет актуален в том случае, если индекс DAX уйдет ниже минимальных значений пятницы, область 12979. Биткоин продолжает обновление исторических максимумов. Сегодня с утра мы уже торгуемся выше отметки 9500 долларов за один биткоин и рост продолжается. После преодоления максимальных значений пятницы, мы это увидели в субботу, рост по биткоину продолжился и с тех уровней мы прошли уже от отметки 8200 до отметки 9575. Рост по биткоину также сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хорошей торговой недели. Как всегда, если вам понравилось это видео, было для вас полезным, то обязательно ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях. Всем хорошего дня и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok